Салам Астер Макрумед Тотандастар, здравствуйте, уважаемые соотечники. Я начинаю свой очередной прямой эфир и сегодня я хотел поговорить о банковском секторе Казахстана, в частности о Каспий банке. На самом деле идея на примере ситуации с Каспий банком, я хотел бы развернуть тему шире, поговорить вообще о перспективах нашей страны, именно как страны, не просто отдельно какого-то отдельно взятого банка, а в целом уже в геоболитическом смысле и рассказать о наших перспективах и, соответственно, перспективах тех граждан, которые проживают в этой стране и свое будущее связывают с Казахстаном. Дело в том, что несколько дней назад в Казахстане была распространена информация, что председатель Каспий банка бежал, что ситуация плохая. И я знаю, что в ряде отделений банка началась паника, председатель банка сделал заявление, что он никуда не убегал и так далее. Но практика показывает, именно практика Казахстана, что такого рода заявления не появляются просто так. Это как бы отражение тревоги и разных проблем, которые сложились в этой организации. Как говорится, нет дыма без огня. Но я безотносительно этого банка скажу, что в целом ситуация именно в банковской сфере очень тревожная. И объясню, с чем она связана. Дело в том, что, как вы помните, как минимум до 2007-2008 года банковская система Казахстана считалась одной из самых передовых в странах СНГ. И более того, наши казахстанские банки очень серьезно котировались на международных рынках. И именно после того, как в начале 2009 года Назарбаев поручил правительству захватить, как он говорил, национализировать якобы, БТА-банк, начались серьезные тектонические сдвиги вообще в финансовом секторе Казахстана. И именно начиная после того, как был захвачен БТА-банк, наши вкладчики в финансовом секторе потеряли покой. Начиная с 2009 года банки непрерывно падают, вливаются со стороны государства каждый год минимум по 10 миллиардов долларов. Это опустошает государственную казну, это фактически около 30% всех доходов страны вливается банковский сектор. Это еще, скажем, данные открытые, известные. Но очень много косвенных действий осуществляет государство, когда национальные компании держат огромные, многомиллиардные средства именно подконтрольных в семье Назарбаева банках. И таким образом идет косвенная субсидия и даются конкурентные преимущества относительно других банков. Собственно, все это произошло на самом деле из-за монополии. Назарбаев вчера распорядился наказать тех, кто поднимает тарифы, так называемых монополистов. Но на самом деле у нас монополия сложилась практически во всех секторах экономики. И это в первую очередь связано с монополией на политическую власть. У нас нет во власти конкуренции. У нас один и тот же человек сидит у власти, который уничтожает конкурентов, а затем наших граждан вопрошает. А за кого голосовать? Никого же нет. А за кого собирается голосовать, если нынешний Назарбаев, любого более-менее внятного человека, который предлагает более совершенный курс развития страны, сразу сажает в тюрьму, преследует, изгоняет из страны. И очевидно, что таких людей у нас в стране много. Просто они вынуждены сейчас не проявляться и не рассказывать о своих планах или тех идеях, которые могли бы изменить развитие страны. Собственно, монополия на политическую власть привела к тому, что в нашей стране сформировалась монополия на экономику. Назарбаев же говорит сначала экономика и политика. На самом деле он вас обманывает. Он добился своих нужных реформ в политической сфере, а именно получения безраздельной власти. Безальтернативное голосование на должность президента привело к тому, что он захватил власть в стране и руководит страной 29 лет. И монополия на власть именно ему позволила осуществить в кавычках реформы, которые, именно экономические реформы так называемые, которые привели к тому, что у него сформировалась монополия уже в экономической сфере. Ну давайте порассуждаем и изучим тельные отрасли. Нефтегазовый сектор. Вы все прекрасно знаете, что этот сектор наиболее прибыльный для экономики, для страны. И он полностью под контролем на султана Назарбаева. Или через его зятя Тимура Кулебаева, или через его приближенных. Нефтегазовый сектор полностью им контролируется. А значит все доходы страны, основные доходы страны принадлежат ему. Возьмем металлургию. Сырьевые предприятия, которые экспортируют золото, медь, цинк, черные металлы. Все под контролем на султана Назарбаева, который прикрывает свою собственность через металла Арселор Миталл, через Глинкор, это предприятие Кассынк. Разные золоторудные месторождения. И все это тоже контролируется на султаном Назарбаевым. Как видите, весь сырьевой экспорт находится в руках Нурсултана Назарбаева. А сырьевому экспорту что выгодно, чтобы была высокая прибыль и низкие затраты? Как формируются низкие затраты? За счет того, что мало платится внутри страны работникам этих отраслей. Именно поэтому заработная плата в этих отраслях очень низкая, на уровне около 100 тысяч тенге. Хотя в нефтегазовом секторе в мире средняя зарплата составляет в месяц порядка 10 тысяч долларов в месяц. А в таких отраслях, как черные металлургии и другие сырьевые предприятия, начинается заработная плата от 5 тысяч долларов в месяц. Ну а вы получаете порядка 100 тысяч долларов. То есть вы понимаете, к чему привела монополия на то, что в этих отраслях контролирует все Нурсултан Назарбаев. Теперь вернемся к финансовому сектору. Финансовый сектор свыше 90% контролирует Нурсултан Назарбаев. Вот, например, до захвата 2009 года доля банковского сектора контролирует Нурсултан Назарбаев, ну Назарбаевым была менее 50%. Это Халыкбанк, это АТФбанк и какие-то Каспийбанк и другие банки, которые контролировали Нурсултан Назарбаев и его приближенные. А два ведущих банка, это БТА Банк и Коском. В Коскоме, правда, частично около 50% доля была семьи, но они не были контролирующими акционерами. Вот эти два ключевых банка вместе контролировали почти 50% экономики в финансовом секторе страны. И тогда была конкуренция между частными банками, которые не контролировал Назарбаев, и банками, которые контролировал Нурсултан Назарбаев, контролировал и нашими частными банками. Но обратите внимание, вот Халыкбанк, банк Тимура Кулебаева, Нурсултана Назарбаева, как был таким Совковым советским банком в советских времен, так и остался. Лидирующие банки БТА Банк и Коском, они оказывали качественные услуги, карточки, надежность, сервис, безопасность. Все услуги, которые мог оказать современный банк, вы могли получить в этих банках. Вас вежливо обслуживали, вы получали кредиты, и ставки были рыночные, конкурентные между другими банками. А Халыкбанк как оставался советским банком, где длинные очереди, хамское отношение клиентов, ничего не изменилось. Вот теперь смотрите, БТА Банк фактически в итоге, под видом, что он национализировался, перешел в частные руки Нурсултана Назарбаева. Сейчас формально им владеет Кенец Ракшев, это помощник Тимура Кулебаева. Затем Коском тоже пропал, он попал под полный контроль Нурсултана Назарбаева. Со стороны бюджета страны было влито 8 миллиардов долларов, и этот банк за 2 тенге купил Тимур Кулебаев. И затем этот банк влили в Халыкбанк. Что получается? БТА в руках Назарбаева, Коском в руках Назарбаева, Халыкбанк в руках Назарбаева. АТФбанк, мы на рынке знаем, что им владеет зять Есимова, родственник Нурсултана Назарбаева, это его приближенный. Чтобы вы знали, все его приближенные всегда делятся в соотношении минимум 50 на 50 своим бизнесом с Нурсултаном Назарбаевым. АТФбанк Назарбаева. Фортебанк, это Утимуратов, который прихватил ведущий, один из ведущих банков страны, Альянсбанк и Тимирбанк. Это тоже Нурсултан Назарбаев вместе со своим помощником Булатом Утимуратом. Банк Каспий. Каспий Банк, это банк Нурсултана Назарбаева. Основной владелец сейчас там является племянник Хайраса Табалды. Ни у кого не должно быть иллюзии. Более 90% банковского сектора контролирует Нурсултан Назарбаев со своими приближенными. Ну, собственно, это отражение жизни теперь. Если в политической жизни страны власть 29 лет контролирует Нурсултан Назарбаев, что вы видите в политике? Беспредел, пытки в тюрьмах. Никакой перспективы нет. Вы слова не можете произнести, даже выйти на одиночный пикет. Вас могут и арестовывают немедленно, и могут посадить в тюрьму. Попадаете в тюрьму, вас пытают и сбивают. Фабрикуют уголовные дела. У вас нет никаких прав. Но при этом декларируется о том, что Казахстан демократическое государство, что якобы мы войдем вот-вот-вот в 30 ведущих стран мира, а вокруг нищета. Нищета в богатейшей стране мира. Вот вам политическая ситуация в стране. Ну а как может быть в финансовом секторе лучше? Ведь финансовый сектор тоже на более чем 90% контролирует Нурсултан Назарбаев. Но вы вспомните, что совсем недавно разорился Банк Астана, который тоже имел прямое отношение к приближенному Султану Назарбаеву. Вообще все банки в стране так или иначе имеют отношение или к самому Назарбаеву, или к его приближенным. Вот вспомните, опять же недавно началась паника Азия Кредит Банк. Это банк, который контролирует сын бывшего руководителя администрации президента Сарабая Халмурзаева. Долгие годы он был руководителем администрации президента Акимом в области, руководил финансовой полицией. Эта финансовая полиция была орудием в руках Нурсултана Назарбаева, и она арестовывала, грабила людей. И вот этот банк сейчас тоже в тяжелейшей ситуации. Или возьмем Цеснобанк. Все вы думаете, что этим банком полностью владел Джексебеков, руководитель администрации президента. Но я вам уже озвучивал, что такие люди всегда имеют бизнес с Назарбаевым как минимум 50 на 50. Вот, собственно, последние изменения в структуре управления Цеснобанка вам показывают, что в менеджмент зашли представители Нурсултана Назарбаева, а бывший руководитель администрации Джексебеков стал просто председателем Совета Гитлеров. И какая ситуация в банке? В банке ситуация катастрофическая. Со стороны государства влита из бюджета страны 1,6 миллиард долларов США. То есть у вас нет жилья, плохие дороги, плохая медицина, платное образование и все прочее. При том всем, что у нашей страны огромные возможности, чтобы жизненный уровень у вас существенно изменился. А почему он не меняется? Потому что эти деньги из бюджета страны попадают в карманы бизнеса Нурсултана Назарбаева. Вот влили в Цеснобанк 1,6 миллиард долларов. Но этих денег недостаточно. Будут вливаться еще деньги. То есть плохие кредиты, которые этот банк раздал своим предприятиям, аффилированным, которые они потеряли, украли, вложили неэффективные производства, вложили в то, чтобы Нурсултан Назарбаев приезжал в регионе, разрезал ленточки, уехал, эти предприятия на следующий день останавливались. Вот туда были влиты эти деньги. Именно поэтому у вас нет жилья, именно поэтому у вас низкая заработная плата, именно поэтому происходит девальвация национальной валюты, именно поэтому нет у нас производств, которые производят самые элементарные одежду, мебель, воп и так далее. То есть в стране денег много. Ни у кого не должно быть иллюзии. В одной из самых богатейших государств мира не может быть такого, что не было денег. Денег в стране много. Другой вопрос, куда они деваются? Они крадутся и бездарно закапываются в землю. А почему? Потому что политическая система предполагает, что у власти должны находиться именно семья Нурсултана Назарбаева и его приближенные кланы. А кто они такие? Они неквалифицированные люди. Эти кадры не подбираются по принципу профессиональному, когда именно лучшие управляют как политическими процессами, так и бизнес-процессами. Управляют свои. Это приводит к тому, что вас плохо лечат, вас плохо учат. Это приводит к тому, что в банках работают низкоквалифицированные, неподготовленные люди, которые просто приходят на работу проводить время, а потом вечером ездить на дорогих машинах, тусоваться в дорогих ресторанах. Это все приводит к тому, что общество разлагается. И именно такая политическая система монопольная, в которой отсутствует конкуренция, в которой отсутствуют люди и в состоянии предложить свои конкурентные программы, которые изгоняются и преследуются. Все это приводит к тому, что политическая система деградирует и общество разлагается. Именно поэтому банковская система Казахстана находится в тревожной ситуации. То есть монополия на политическую власть привела к монополии в экономике, в финансовом секторе. И именно поэтому вы регулярно слышите скандалы о том, что тот или иной банк разорился. Вспомните, какие банки недавно разорились. Это все банки Нусултана Назарбаева. Банки Астаны, многие из вас не могут забрать свои вклады, не могут забрать свои деньги. Юридические лица просто не могут согнать свои деньги с этого банка. Но это же банки тоже имели прямое отношение к Нусултану Назарбаеву. Вспомните, Ксимбанк. Любой банк, который недавно падал и разорился, он напрямую связан с политической верхушкой. И поэтому вы должны понимать, что ваши вклады находятся в опасной ситуации. Да, возможно, вы сегодня успеете вытащить деньги из Каспии банка, потому что это банк племянника Нусултана Назарбаева. Возможно. А можете и не успеть. Но вы все должны знать, что цена вопроса, это же ваши же деньги, которые идут из бюджета страны. Каждый год Нусултан Назарбаев из бюджета страны вливает именно в свои банки деньги. Именно затем в этих банках эти деньги бесследно пропадают. Именно поэтому у нас плохая ситуация в стране. Я говорю такие детали. Почему? Потому что наши граждане должны быть образованы и понимать, что называется первично, что вторично, где причина следственной связи. Вот даже сейчас мне некоторые мои подписчики пишут, вот вы выходите в интернет, из-за вас выключают интернет. То есть, понимаете, люди потеряли способность мыслить. Эта политическая система сделала наших граждан малообразованными, неподготовленными людьми, что они не могут определить, в чем причина всего этого. А причина в том, что у нас политическая система не хочет слышать правду. Что нынешняя политическая система во главе с Нурсултаном Назарбаевым хочет обманывать вас. Поэтому работает хабар, который рисует другую жизнь. Вам кажется, что вы живете хорошо, но на самом деле это не так. И меня глушит и выключает только потому, что я говорю правду, объясняю реальную картину в экономике, в политике, рассказываю о жизни Нурсултана Назарбаева, о этой политической верхушке, которая сотня миллионов ворует из бюджета страны. Они не хотят видеть правду. Поэтому те люди, которые говорят, что из-за меня выключает интернет, они ошибаются. Я не могу выключить интернет, выключает интернет Нурсултан Назарбаев и выключает, потому что он не хочет, чтобы о нем звучала правда. Теперь я хотел бы вернуться к более глубоким вещам, которые ожидают скоро, к сожалению, нашу страну. Я знаю, что в нашей стране пропаганда, как казахская, так и российская, обрабатывает наших людей, делает виновным во всем этом Америку, Европу, Запад, но только не себя. Назарбаев при этом говорит, что Америка шла 200 лет демократии, что вот казахам демократия не нужна, мы вообще другие и все прочее. Я хотел бы вот в сегодняшнем выступлении, используя ситуацию, тревожную ситуацию, которая сложилась в Казахстане и в банковской сфере, откомментировать ближайшие события, которые надвигаются на нашу страну. Дело в том, что в августе этого года против России Америка применила ряд политических и экономических санкций. Это было связано с тем, что российские спецслужбы, именно ФСБ, на территории Англии провели спецоперацию. Они попытались отравить семью Скрипалей, это бывшего полковника разведки России. Ну, как Путин недавно сказал, это же предатель, и ясно, как с предателями обращаются. То есть, он уже фактически таким образом признал, что эта операция по ликвидации человека на территории Англии была санкционирована лично Путиным. Что называется, саморазоблачился. Итак, что делали российские спецслужбы? Они применили газ, который производится только в России, так называемый новичок, который незаметно, скажем, может привести к летальному исходу человека. Уже английские службы разобрались, нашли людей, кто это делал. Там большая команда представителей ФСБ России, герои России. Вы, наверное, уже видели эти лица. Они фигурируют в сети, их показывали по российскому телевидению. Именно они осуществляли химическую атаку на территории другой страны. Соответственно, таким образом Россия нарушила различные международные соглашения, которые были подписаны. Подписаны еще в советские годы, позже тоже подтверждены. То есть, на территории чужой страны была проведена химическая атака. И вот, собственно, это привело к тому, что Россия начала получать политические и экономические санкции от Америки и ряда европейских стран. Кроме политических, в выставке дипломата начались именно экономические санкции. И в августе это сразу привело к обвалу российского рубля. И, как вы заметили, соответственно, это привело и к падению тенге. Америка дала России срок 3 месяца, когда Россия должна была раскрыть обстоятельства применения химической атаки. Раскрыть информацию о том, какие испытания проводят вооруженные силы. Но ясно, что Россия это не сделала. И сейчас в Конгрессе США сделан доклад. И теперь готовится новый пакет акций. Который, возможно, будет уже частично применен в ноябре. Но на самом деле, он будет, этот пакет мер, расширяться и нарастать из месяца в месяц. Я хотел бы напомнить, что, например, очень серьезные санкции. Это я вам, как человек, который в сфере экономики работал и в банковском секторе, я могу сказать, что последствия будут тяжелейшие. Никогда Россия не получала такие санкции. А именно, здесь фактически будут замораживаться средства ведущих банков России. Сбербанк России, Внешторгбанк, и Промсвязьбанк, Внешэкономбанк. К чему это приведет? Чтобы вы понимали, что основные расчеты в мире, хотя вы платите евро, многие, когда, допустим, идут продажи товаров из Казахстана в Европу. Но, тем не менее, все банки мира, включая европейские, имеют специальные, так называемые, корсчета с банками США. И мировая торговля в основном ведется в долларах США. И вот представьте себе, что эти ведущие банки России будут отлучены от возможности ввести платежи в долларах США. Они будут продолжать ввести свою работу, безусловно. Но те банки, которые находятся в Европе, и с которыми эти ведущие банки России тоже проводят расчеты, тоже начнут прекращать с ними проводить платежи. Потому что европейские банки, если будут продолжать поддерживать взаимоотношения именно в виде расчетов, даже с этими российскими банками, они могут потерять возможность проводить платежи в долларах США. Это будет как снежная лавина. Достаточно ударить по всем этим семи ведущим банкам США, так после этого начнутся подключаться другие страны Европы, тот же самый Китай. И это приведет к тому, что замедлятся расчеты, экономические расчеты предприятий России. Соответственно, это приведет к глубочайшему кризису. Только вот одно такое действие приведет просто обвал экономики. Что такое обвал экономики? Это фактически приведет к девальвации российского рубля. И это произойдет в течение какого-то разумного определенного срока до полугода. Шаг за шагом будет нарастать, ухудшаться экономика России. К сожалению, это будет происходить в Казахстане. Когда Носултан Назарбаев в своем известном видеообращении говорил в 2016 году, вот сейчас вот в 2017 году у нас будет рост, в 2018 будет очень хорошо, в 2019 все начнет подниматься, а в 2020 году, дай бог, все будет очень хорошо. К сожалению, я могу вас разочаровать, что на самом деле ситуация будет с точностью до наоборот. Ну, собственно, вы уже убедились, уже 2018 год, цены на ней достаточно высокие. Вот буквально более года назад цена была в районе 40 долларов за баррель, в этом году цена уходила выше 80 долларов за баррель, почти в два раза стала выше, а ваша жизнь не изменилась. Более того, казалось бы, доходы страны увеличиваются, а банки продолжают падать, их лихорадят, и вы каждый день чувствуете, что ваши деньги под угрозой, вы не знаете, что делать. И это все напрямую связано с политической системой. Сегодня один мой подписчик, когда прочитал мой пост о том, что после введения санкций со стороны Соединенных Штатов ухудшится серьезно экономика в России и, соответственно, Казахстане, он сказал, ну, теперь понятно, что кто в этом виноват, ну, имел в виду Америку. Нет, не Америка виновата. А как должна Америка или другие европейские страны реагировать, если на их территории Россия проводит химические атаки, заражает пространство, отравляет людей, они должны с этим бороться и наказывать тех, кто в этом участвует, и их реакция очевидная. Другой вопрос в том, что когда произойдет ухудшение экономики России и Казахстана, мы должны себе задать вопрос, а почему мы стали жить хуже, а почему все стало плохо, почему было плохо, стало еще хуже. Не потому, что Америка применила санкции, потому что руководитель этих стран, как Путин, как Нусултан Назарбаев, они не считаются с правилами, которые существуют в мире. Они построили мафиозный, коррупционный режим, подавляет права и свободы граждан, нарушает международные договора, которые исключают такую возможность. Зачем тогда подписывали такие договора, если они могут пытать людей, если могут вести себя агрессивно, если та же Россия, которая подписала соглашение с Украиной, дала гарантию, а потом захватила Крым, устроила фактически аннексию в восточной части Украины, все время различные провокации. Зачем Россия подписала эти соглашения, дала гарантии безопасности Украины, если потом она их нарушает? А кто виноват? Да, виноват Путин, но в первую очередь виноваты граждане, которые позволяют ему это делать. Потому что после того, как Путин развязал такую войну, и мировое сообщество применило санкции против России, ухудшило жизнь граждан этой страны. То есть она ухудшилась только потому, что их руководитель нарушил все международные соглашения, гарантии, которые были даны Украиной. И после этого пошли санкции. То есть санкции это была реакция. И мы все должны понимать, что это происходит именно потому, что народ не оказывает должного давления, не наказывает своих руководителей, не отстраняет их от власти. Теперь вернемся к Казахстану. Казахстан является членом таможенного союза. Что мы там потеряли? Ну вот что там нам дает нахождение Казахстана в таможенном союзе? Вы посмотрите. Вы покупаете российские автомашины, которые делаются по лицензии Фиата еще с 70-го года. Это старое барахло. И основная часть запасных частей опять же поставляется со всего мира. И в России просто осуществляют сборку. И в итоге это приводит к тому, что это старое технологическое барахло монопольно забегает на территорию Казахстана. А наши граждане покупают импортные автомашины из других стран по более высокей цене. Потому что на них разные налоги, пошлины значительно превышают. Сделано так, чтобы наши граждане покупали именно это старое технологическое барахло из России, а не современные, ведущие из других стран мира. Дальше. Наши производители никак не могут продавать свои товары на территории России, потому что различные надзорные органы говорят, что они плохого качества, что там не химия, там вредные вещества и все прочее их не пускают. Ну вы спросите у бизнеса, они вам просто подтвердят. Что за таможенный союз, где доминирует одна страна, более 90% ВВП объединенных стран принадлежит России, соответственно, как Беларуси, так и Казахстан все жалуются, что наши товары не могут попасть свободно на территорию России. Что за таможенный союз? Что за таможенный союз, когда основной его участник России развязывает различные войны, а потом наши государства страдают? Что за союзники? Это не является выгодным союзом для Казахстана или Беларуси или для других стран. Это на самом деле правообраз Советского Союза, когда одна страна доминирует, навязывает, запрещает, втягивает различные авантюры. И вот, собственно, когда происходит девальвация российского рубля, соответственно, следом девальвируется и казахский тенге. Почему? Девальвируется, потому что в стране нет своей экономики, мы ничего не производим. Девальвируется, потому что средства, которые есть в стране, которые могли быть направлены на развитие своей экономики, построение именно собственных производителей, они просто крадутся миллиардами, расползаются в монопольных банках на султана Назарбаева. И вы именно поэтому не можете быть уверены в завтрашнем дне о том, что ваш вклад вам вернется, или вы не можете получить по низкой ставке, как в Европе, по 2% годовых кредиты, потому что это банки монопольно принадлежат на султану Назарбаеву. Вот в чем причина. Не в том, что Америка применила санкции, и что она, и Европа, и Америка плохие. Нет, потому что политическая система монопольная, потому что нет конкуренции ни в экономике, ни в политике. Именно поэтому ситуация с каждым днем будет ухудшаться, и только тогда это можно изменить, когда мы разрушим монополию. В первую очередь монополию на власть. То есть первое не экономика, первое это политика. Реформа политической системы, изменение политической системы, смена политического режима, полный отказ от должности президента, построение парламентской республики, когда власть принадлежит только народу. А затем децентрализация политической системы приведет к тому, что у нас вся экономика тоже будет разная, конкурентная, она не будет принадлежать одному человеку. И банки будут между собой конкурировать, они будут интересными, качественными, ставки упадут, и вы можете быть уверены в своих деньгах. Поэтому, если кто-то из вас говорит такие слова, ну как Каспий Банк, он такой хороший, он лучше, чем Халык Банк, он очень внимательный и так далее, я хочу вам напомнить, что совсем недавно ведущий банк страны был бы то сильный, красивый, конкурентный, оказывал качественные, самые качественные услуги, был несколько раз признан лучшим банком СНГ, вошел в осадку ведущих банков Азии, не просто центральной Азии, Азии, где есть банки Китая, Индии, Японии и так далее, двадцатку лучших банков Азии, вошел в число 173 банков мира, этот банк уничтожен, вспомните банк Коском, который тоже вас качественно обслуживал, все было очень красиво, красивая реклама, вы получали хороший сервис, у вас были хорошие карточки, этот банк проглочен семьей Назултана Назарбаева, и поэтому, когда кто-то считает, что какой-то банк хорошо обслуживает, он хорошо относительно, может быть, халык банка обслуживает, но у него тоже такая же опасная ситуация, почему? Потому что в целом банковский сект находится в опасном положении, и поэтому, к сожалению, я не могу вам сказать, что тот или иной банк хороший, можно держать свои вклады, к сожалению, и Каспий банк находится в опасной ситуации, так же, как весь банковский сектор страны. Что нужно делать? Как нужно изменить? А что изменить? Я еще раз хочу сказать, после того, как волна санкций накроет Россию, мы в течение ближайших полугода, шести месяцев, получим ухудшение по всем секторам экономики, потому что девальвация национальной валюты приведет к тому, что в банках клиенты, разные промышленные предприятия, торговые предприятия будут находиться в плохом состоянии и с трудом будут возвращать кредиты, а многие и не возвратят. Соответственно, это приведет к ухудшению показателей банка, и банки будут находиться в тревожной ситуации и многие из них просто обанкротятся. Бюджет страны не безмерный. Если Насудан Назарбаев сейчас каким-то образом все время вытаскивает деньги из бюджета страны и вливает в свои банки, наступит момент, когда у него этой возможности уже не будет, потому что его менеджеры бестолковые, неграмотные, они будут еще большим масштабом закапывать деньги и воровать. И когда произойдет девальвация национальной валюты, многие из вас потеряют рабочие места или будут получать еще меньшую заработную плату, и этих денег вам не хватит, чтобы обслужить ваши ипотечные займы, потребительские кредиты, и это все произойдет в ближайшие полгода. И я последние несколько дней выступаю, говорю о том, что не позже марта будущего года произойдут выборы президента Казахстана, они будут досрочными. Но Султан Назарбаев торопится передать власть своей дочери, точнее даже не передать, а сделать ее вторым человеком в государстве, сохраняя фактически контролирующую власть именно за собой. Он не уйдет, пока он жив, но он хочет назначить срочно свою дочь. И он торопится, потому что он знает, экономическая ситуация в стране будет ухудшаться с каждым днем, и не помогут никакие высокие цены на ней, потому что его непрофессиональные менеджеры будут терять, разворовывать больше, чем в страну приходит денег. Поэтому он торопится назначить Дарягу во власть. И мы должны этому препятствовать. Мы должны в конце концов добиться, чтобы этот режим ушел, ушел мирно, как это произошло, например, в Армении, когда сотни тысяч людей вышли на улицы. Поэтому у нас единственная возможность прекратить ждать, проявить гражданскую солидарность, 16 декабря выйти и отдать свое уважение и отдать дань памяти тем людям, кто пострадал в декабре 1986 года, в декабре 2011 года. Нам нужно проявить солидарность, единство, объединиться, чтобы следующим своим шагом добиться главной цели, а именно отстранения этого режима от власти. Недопуска прихода к власти дорогие Назарбаевы. Мы сможем это сделать. Я еще раз обращаюсь к вам и призываю вас проявить солидарность и прийти на государственный праздник 16 декабря в своих городах и населенных пунктах. Демократический выбор Казахстана не призывает вас выйти на митинги. Я еще раз хочу напомнить 16 декабря это государственный праздник. Власть не сможет вам препятствовать прийти на площади 16 декабря и выразить сочувствие и солидарность с теми кто пострадал в декабре 1986 года и 2011 года. Но вы должны понимать это важный шаг для того чтобы произошла консолидация общества. Это важный шаг для того чтобы мы почувствовали что нас много. Это важный шаг и для самого Насултана Назарбаева. Когда он увидит что нас много вы увидите он начнет пятиться сдаваться прятаться умолять раздавать деньги как собственно сейчас происходит. Сейчас это правительство объявило о разных программах это попытка каким-то образом сделать ориентир на программу демократического выбора Казахстана и показать что это правительство работает. Но это бесполезно. У него было 29 лет когда он мог изменить страну и он ничего не сделал. Поэтому теперь выбор только за вами. 16 декабря я призываю вас выйти на акции не о памяти поддержать наших соотечественников. Алга Казахстан